Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео речь пойдет о самых распространенных мифах, с которыми я сталкиваюсь как тренер дикторов радио и телевидения или тренер спикеров. Итак, миф первый. Мне сейчас не пора. Мне еще хватит времени. Вот я сейчас все подготовлю, потом наступит момент, и когда уже приспичит, тогда именно я скоренько, быстренько подготовлюсь, узнаю, как это работает, и проведу шикарно презентацию, выступления или переговоры. Дорогие мои друзья, так не работает. Представьте себе, вы хотите совершить гонку в ралли Париж-Дакар. Вы купили команду, купили машины, спонсора нашли, купили запчасти, проложили маршрут и готовы. Но ездить на автомобиле вы не умеете. И за неделю до вашего выступления вы думаете, а пойду-ка я поучусь водить автомобиль. Приходите к конструктору, а он вам говорит, итак, выжимаем сцепление, включаем первую передачу. Вы поворачиваетесь и говорите, а что она не на автомате? Вот точно так же и здесь. Публичное выступление это навык, который формируется годами. И чем раньше вы займете с изучением этого вопроса, тем лучше вы будете выступать публично, убеждать свою аудиторию, находить общий язык и располагать к себе. Миф второй. Слушатель увидит, что вы не разбираетесь в вопросе и поймет, что вы ничего в этом не понимаете. Прежде чем приступить к опровержению этого мифа, я хотел бы уточнить один важный момент. В единицу времени, то есть здесь и сейчас, мы с вами можем фокусировать внимание только на одной идее, на одной мысли. Фокус внимания может находиться на одной вещи. Соответственно, в момент выступления зритель или слушатель думает о чем-то одном. И в самую последнюю очередь он думает о том, как получается у вас. Скорее всего, чаще всего, зритель или слушатель думает о себе. Какую выгоду получит он, что сейчас он узнает нового, как это применять, как это решит его задачу или проблему. И в самую последнюю очередь он подумает о том, что перед ним стоит эксперт, который на самом деле не эксперт и срочно нужно вывести его на чистую воду. Миф третий. Если я ошибусь, я умру от стыда. На самом деле ошибаются абсолютно все. Нет на свете ни одного человека, который бы ни разу не ошибался. Что мы делаем, когда мы ошибаемся? Мы говорим, извините, я не это имел в виду, я имел в виду вот это. Мы исправляем то, что мы сказали или поправляем какие-то ошибки. То же самое можете сделать, и вы просто позволите себе ошибаться и подумайте, как вы будете выходить из сложившейся ситуации. Скорее всего, вы скажете, извините, стоп, я не это имел в виду, я имел в виду вот это. То есть вы немножечко исправитесь и пойдете дальше. Используйте это. Миф четвертый. Я недостаточно хорошо говорю. И поэтому мне нужно сначала научиться правильно говорить, излагать свои мысли, структурировать, четко и внятно все произносить, жестикулировать и так далее, и так далее, и так далее. Дорогие друзья, я вас уверяю, как тренер дикторов радио и телевидения, даже мы, дикторы радио и телевидения, недостаточно хорошо говорим. Мы знаем все свои ошибки, мы стараемся работать над ними. Более того, не всегда эти ошибки замечает зритель. Поэтому, учитывая эти факторы, вы, во-первых, можете уже начать с того, что вы имеете, это первое. Второе, начинать анализировать вашу речь и улучшать ее. И третье, понимать, что никогда, еще раз, никогда вы не станете говорить идеально, чтобы себя устраивать. Всегда будете чем-то недовольны. Поэтому просто начните говорить. Помните, что в этот момент фокус внимания вашего зрителя направлен на те проблемы, которые он решит при помощи ваших знаний. Миф пятый. Мне придется постоянно много всего контролировать. Своё звучание, то есть голос, дикцию, артикуляцию, то, как я формулирую мысль или предложение, то, как я жестикулирую мою мимику, осанку, поведение, жесты и прочее, прочее, прочее. Кроме этого, еще нужно обратить внимание на структуру, на последовательность, на интонацию и на то, как я взаимодействую со своей публикой. Дорогие друзья, и да, и нет. Конечно же, все это необходимо контролировать, уметь контролировать. Но что значит уметь делать это? Это значит довести до автоматизма каждый из этих пунктов. Точно так же, как везде на автомобиле. Сначала вы просто учитесь ехать прямо, затем вы учитесь выполнять простые элементы, а через некоторое время вы едете по городу, в час пик, в пробке, разговариваете по телефону и, возможно, пьете кофе. Вы довели до автоматизма многие функции, которые раньше не могли делать и на них очень много уходило внимания. Поэтому доводите до автоматизма детали и этот миф тоже будет развенчан. Миф шестой. Я узнаю все фишки, технологии, как это работает, рассмотрю, изучу и потом начну эффектно выступать перед аудиторией. Дорогие друзья, это не совсем так. Потому что одно дело понимать, как работают фишки, но другое дело успешно проводить выступление или беседу. Потому что если мы говорили об автоматизме, когда вы довели все навыки до автоматизма, когда вы поняли принципы работы этих фишек, приемов, инструментов и технологий, тогда вы можете контролировать внимание аудитории, следить за тем, как меняется настроение и подстраиваться ваше выступление под ту ситуацию, которая разворачивается сейчас перед вами. Если вы всего этого не умеете, не чувствуете, не понимаете, то просто знания этих фишек, технологий и так далее не дадут вам гарантию, что вы выступите успешно. Поэтому, конечно же, знать все эти фишки необходимо. Но в первую очередь необходимо понимать, как это работает. А понять вы это сможете только через собственный опыт. Поэтому обязательно необходимо не учить фишки, приемы и технологии, а стараться разобраться в том, как это работает и почему. Миф седьмой. Я никогда этого не делал, я никогда этого не смогу. И у меня есть для вас хорошая новость. Как показывает статистика, чаще всего лучше получается у тех экспертов, которые никогда раньше не выступали. Им нечему переучиваться. Они становятся на новые совершенно рельсы и постепенно набирают обороты. Потому что не нужно переучиваться. Поэтому, новички, я вас поздравляю, у вас будет получаться гораздо лучше, чем у тех, кто уже проводил выступление и делает это неправильно. И отсюда вытекает заключительный миф. Я давно этим занимаюсь, у меня все хорошо получается. Мне не нужны никакие знания, потому что у меня и так все с этим хорошо. Дорогие друзья, моя личная практика показывает, что чем взрослее эксперт или спикер, тем неправильнее он проводит выступление или общается со своей аудиторией. Он уже не обращает внимания на некоторые детали, которые давно имеют большую роль. И начинает вести себя по-старому. А измениться ему очень сложно. И чаще всего все, что получается, это нарастить на ту модель, которая есть сейчас, какие-то новые фишки и новые технологии. Но, к сожалению, это очень неэффективная конструкция. Лучше всего, когда вы полностью забываете все, что вы знали до этого момента, и как будто бы с нуля начинаете раскрывать для себя заново способы общения с вашей аудиторией. Поэтому, если вы работаете давно, если вы считаете, что у вас все хорошо получается, поверьте, есть над чем работать. Если провести анализ и посмотреть детально на конверсию вашего выступления, на то, как воспринимает вас аудитория, взять обратную связь у нее, то вы увидите, что где-то вы недорабатываете. И это будет первый звонок для того, чтобы взять и начать все переделывать, выстраивать новую систему коммуникации. Если вы считаете, что знаете все, то вам будет сложнее всего, потому что вам буквально придется наступать себе на горло, забывать весь свой предыдущий опыт и стараться научиться заново смотреть на взаимоотношения с вашей аудиторией. Ну что ж, дорогие друзья, это были самые распространенные мифы, связанные с публичными выступлениями и с эффективным общением. Обязательно задавайте свои вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какой из этих мифов относится лично к вам и как вы собираетесь его разрушать. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok